Дагестан без ДТП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Камила Макаева и рубрика «Дагестан без ДТП». У нас гость в студии инспектора по особым поручениям контроля профилактического отдела управления ГИБДД Министерства обмотенных дел по Республике Дагестан майор полиции Мурат Джафаров. Наша тема – профилактика коррупционных нарушений среди личного состава госавтоинспекции Министерства обмотенных дел по Республике Дагестан. За истекший период 2021 года за трудниками госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан, это включая федеральный батальон, то есть полка ДПСГ и также территориальных органов, зарегистрировано 55 фактов дачи взятки должностным лицам при исполнении служебных обязанностей за непривлечение к административной ответственности. За аналогичный период прошлого года в таких фактах было зарегистрировано 36. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, которые находятся в доснании, в следственном комитете, в следствии, по которым проводится предварительная проверка, выясняются обстоятельства. Как прописано в приказе МВД России 293-го порядка уведомлений в системе МВД о фактах обращения среди склонений к совершенному коррупционному правонарушению, под склонение понимается необязательно сотруднику ГАИ, будем загреть за госавтоинспекцию, давать эти деньги, даже банально намекнуть на то, что давайте решим этот вопрос, или можно это не писать, если сотрудник госавтоинспекции скажет, что посчитает, что это было уведомление, пишет рапорт на имя руководителя, руководитель назначается проверка, по результатам которой инспекторы ДПС почет в отношении лица будут соответствующие органы уже проводить мероприятие. Многие люди, допустим, также считают, что дать взятку сотруднику госавтоинспекции, вот я там дал, да что за это будет, допустим, через кого-то передал. Есть люди, которые по материалам, по заявлениям к администрации, у меня инспектор ДПС вымогал денежные средства, и пишут заявление, вот так вот так начинаем проводить проверку, выясняем обстоятельства. Как известно, сейчас инспектора ДПС несут службу на патрульных автомашинах, которые оборудованы системами патруль-видео, то есть она фиксирует обстановку спереди, сзади и в салоне, а также при обращении с гражданами он непосредственно использует носильный видеорегистратор и дозор. Все действия, все разговоры, все записывается, конечно, все фиксируется. И поэтому, если лицо обращается в правоохранительный орган, в органы прокуратуры, органы федеральной службы безопасности, пишет о том, что сотрудник органов этого дела вымогал у него денежные средства, а по результатам проверки, проведенной проверки, просмотрам этой видеозаписи, выясняется, что такого факта даже не было, что сотрудник наоборот уговорил ему, что за дачу взятки вы будете привлечены к ответственности, то, разумеется, в отношении этого лица заложенный донос на сотрудника за дискредитацию его будет применять соответствующие меры. Сотрудники же, в свою очередь, в госавтоинспекции предупреждают, при каждом разе, когда человек начинает намекать, они говорят ему, что любое ваше действие будет преследоваться по закону, то есть сдача взятки должностному лицу, ну, есть люди, которые не обращают на это внимания, не боятся понести уголовно наказуемого деяния, продолжают их давать. В соответствии с требованиями уголовного законодательства, то есть взяткодатель, взяткополучатель, несут равные меры ответственности. Вина и там, и там? Да, конечно, вина у обоих идет, то есть независимо от того, поступали ли вы взяткополучательным, были ли вы взяткодателем, либо лицо, выступающее в качестве последника передачи суммы. Как часто дела вот такие по взяткам доходят до суда? С января по апрель месяц по решению суда были назначены штрафы. Около 12-13 штрафов было назначено, то есть от 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей в отношении лица. Но штраф это не сколько страшно, сколько то, что на этом человеке уже на постоянной основе будет стоять клеймо лицо, имеющее уголовно наказуемое деяние, то есть лицо, имеющее судимость. А как известно, сейчас везде на хороших должностях, в госорганах хотят, чтобы человек был с незапятнанной репутацией, то есть чтобы у него родственники не имели судимости, то есть чтобы он сам не имел судимости. И вы представьте себе картину, когда человек приходит устраиваться на хорошую должность, он очень грамотный, толковый, начитанный, умеет разговаривать, умеет говорить, устраивается на работу. И непосредственно организация, куда он устраивается, дает запрос, имеется ли у него судимость, у него или близких родственников. И выходит, что отец когда-то, когда ему было 25 лет, был судим за дачу взятки. Разумеется, там уже идет на усмотрение работодателя, а ребенок может об этом ничего не знать. Какое наказание ждет сотрудников? Сотрудника ждет наказание, это однозначно, это увольнение, потому что это идет... Если факт дачи взятки сотруднику был зафиксирован, он подтвержден по результатам, которые соответствующие органы управляют в материал в суд, не дожидаясь решения суда, то есть если факт, сотрудник будет уволен по причине совершения поступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме этого, в отношении сотрудника будут приняты меры уголовно наказуемого деяния, то есть он получит судимость, а также обязан будет возместить в пользу государства, чтобы оплатить штраф за получение взятки. Очень часто, допустим, и по Инстаграму вы слежите то, что там и в интернете читаете, что там людей задерживаются, там людей задерживаются. То есть правоохранительный блок, непосредственно службы, которые направлены на это, ведут очень активную работу в этой части. Сейчас в интернет практически ничего нельзя утаить, все есть в интернете, даже то, что происходит, якобы, знаем мы вдвоем, знает и интернет. Следы остаются в любом случае? Ну да, конечно, следы остаются, потому что сейчас в современном развитии электроники, системы связи, ничего практически не утаишь, все происходит на виду. Поэтому Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан, в частности Министерство внутренних дел по Республике Дагестан предупреждает об уголовной ответственности, о которой может быть привлечен не только взятка дателя, но и взятка получателя, а также лицо, вступающее в качестве посредника. Поэтому прежде чем предложить сотруднику Госавтоинспекции денежные средства за непривлечение вас к административной ответственности, подумайте, несколько раз подумайте, что может быть, какие будут последствия от этого. Да, будет какой-то сотрудник Госавтоинспекции, который не повлияло на него сложившаяся обстановка, не повлияло, у него свои нормы, морали, которые не соответствуют, которые в отразрез сообществом возьмет, вам простит. Вы бы находились там в состоянии алкогольного опьянения, он взял на вас 10 тысяч рублей, приблизительно оставил вас, закрыл на вас глаза, вы проехали метров 500-600, совершили ДТП. Результатом этого ДТП стало двое погибших, один из которых несовершеннолетний ребенок. Поэтому прежде чем садиться за руль в нетрезвом состоянии, мое подразделение занимается непосредственно также одним из направлений является пресечение фактов нарушения требований правил дорожного движения со стороны сотрудников органов внутренних дел. То есть мы проводим соответствующие мероприятия по выявлению таких сотрудников, то есть управление транспорцией в нетрезвом состоянии. Вы знаете, был такой случай, когда мы очень сотрудника, который занимает неплохую должность, остановили, доставили в наркологию. Ну, конечно, мы поставили в известность руководство, приехали. Когда он уже прошел процедуру освидетельствования, когда он уже вышел оттуда, он посмотрел, улыбнулся и сказал, вы знаете, ничего бы вот этого не было бы, если бы я отдал бы 800 рублей, спросили, а почему здесь 800 рублей? Он говорит, я когда за стола вставал, мой друг сказал, давайте позвоню в службу автопилота. Сумма услуги будет составлять 800 рублей. Я сказал, да не, не надо мне здесь рядышком ехать. И попался. И попался. И человек уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В трудовой книжке у него будет стоять уволенный из ОВД по отрицательным мотивам. Ну, вы знаете как, если, допустим, сотрудник органов внутренних дел, как восстановиться через суд? Суд тоже смотрит на обстоятельства. Если, конечно же, инспектор ДПС при составлении административного материала допустил какой-то просчет, то, конечно, человек может попытаться восстановиться. Но благо у нас законодательство Российской Федерации. Знаете, как говорят, если человек допустил это один раз, ему сошло с рук, попытается допустить это еще раз, пока это не приведет более тяжкие последствия. Приблизительно мы видели тоже то, что ДТП произошло на Кушинского с участием сотрудника госавтоинспекции, который люди начинали там сразу же, вот, увольте, увольте. Видите, как руководство приняло меры. Сразу же этот человек уволил. По основе знаний, проведенной служебной проверки, был уволен из органов внутренних дел. То есть многие считают то, что якобы правоохранительный блок, когда наши сотрудники допускают правонарушения, что руководство покрывает их или что-то. Поверьте мне, если гражданские не знают, что происходит, соответствующие принимают меры. Это как в детстве были, когда вы что-то набедокурили, что-то сделали, родители присутствия других людей вас не ругали. На следующий день вы выходили с синяком под глазом. Никто не знает, как обстоят, а на самом деле что произошло? Папа вежливо поговорил, мама вежливо объяснила. Бабушка поддержала, дедушка в это время все время держал, чтобы вы не убежали. Ну, как происходило на самом деле. Поэтому, если сотрудники допускают нарушение служебной дисциплины и законности, это очень серьезно карается. За допущенное уголовное наказание и деяние было уволено порядка 8-9 человек. Да, вы представляете себе это? И это, поверьте мне, это не просто там люди, это 8-9 человек уволены на основании которых уже дела реализованы. Фактов намного-то больше, которые выявляют, которые доклады, которые идут в предварительные проверки, следствия для закрепления обстоятельств фактов. То же самое и с АНС практически, чтобы не соврать, каждый месяц по 2-3 сотрудника практически. Один, это точно попадается, которого увольняют. Так что, когда вы садитесь куда-то за стол отдыхать, лучше оставьте эту машину, садитесь в такси, почувствуйте себя большим человеком, не садитесь вперед в такси. Вызовите такси, откройте заднюю дверь, сядьте по диагонали от водителя, откройте окно и спокойно едьте, наслаждайтесь ночным городом. Дабы избежать всех последствий, спокойно приедете домой, поблагодарите водителя, что довез вас целости и сохранности. На следующий день можете также выехать к месту, где оставили свою машину, забрать и поехать спокойно на работу. На этом мы завершим. Я благодарю вас за беседу. Напомню, в нашей студии сегодня был инспектор по особым поручениям контрольного профилактического отдела управления ГИБДД Министерства внутренних дел по республике Дагестан майор полиции Мурат Джафаров. Вы слушали рубрику «Дагестан без ДТП». Вела ее я, Камила Макаева, звукорежиссер Умина Талиева. Всего доброго. До свидания.